Всем привет и добро пожаловать на марафон по техническому рисунку от Fashion Vector Design. Сегодня мы с вами создаем первое изделие, отрисовываем его в векторе в программе Adobe Illustrator. Это будет женская футболка. Итак, у меня на компьютере уже установлен Adobe Illustrator. Я его открыла, он у меня активен. После этого я прошу создать мне новый документ, файл, новый, создать, задаю печать и стандартный формат А4. Я люблю работать на формате А4, потому что часто приходится печатать эскизы и данный вариант мне подходит. Файл, открыть. Сегодня мы будем рисовать с вами футболку. Открываю футболку. Она у меня открылась в новом файле. Если вы посмотрите, то у вас в образцах станет пусто. Поэтому мы берем с вами футболочку и просто ее перетаскиваем в тот файлик, который мы создали. Рисовать мы футболку будем по фотографии. То есть, говоря простым языком, мы ее будем обводить для того, чтобы получить максимально реалистичное изображение. В следующих видео я вам покажу другие техники, но сегодня мы будем именно обводить. Итак, мы взяли, создали новый документ и в него поместили фотографию нашей футболки. После этого слой, на котором находится футболка, я блокирую и создаю новый слой, на котором я буду работать. Приближаю, делаю максимально крупную и комфортную для работы футболку. Рекомендую использовать лупу, потому что если у вас находится объект ваш на удалении, и вы что-то пытаетесь там увидеть, это неудобно. Помним про сочетание клавиш Ctrl-0, которые помогают нам наше изображение привести по размеру экрана. Итак, футболка – это симметричное изделие. Соответственно, можно нарисовать половинку, а потом скопировать и сделать зеркальное отражение. Я в своей практике очень часто использую прямоугольник для того, чтобы разбить футболку пополам. Смотрите, сейчас у меня сделана белая заливка, я убираю. Прошу цвет обводки сделать мне черным. Соответственно, у данного объекта два основных параметра – черная обводка и бесцветная заливка. Зарисовала. Далее этот прямоугольник будет помогать мне в рисунке половинки. Вы можете рисовать как правую, так и левую половину, это не имеет значения. Я люблю рисовать правую. Берем инструмент пером и начинаем рисовать контур по точкам. Точка. Нажали мышкой «Точка» и развели направляющие. Точка. Развели направляющие. Точка. Когда вы делаете технический рисунок, вам нужно понимать, что вы рисуете изделие. Соответственно, данное изделие имеет определенную конструкцию. Мы рисуем с вами футболку. Футболка имеет классическую конструкцию, у которой схлопнута выточка, которая переведена на эластичность ткани. У нее есть плечевой шов и есть пройма рукава. Поэтому рисуем технологически половинку полочки сейчас. При этом используя линии, которые дает нам фотография. Аккуратно. Обводим половинку. Сейчас я рисую половинку полочки. Конструктивно не забывайте об этом. И на прямоугольник я могу спокойно вылезти. Потому что потом все лишнее, что входит внутрь прямоугольника, мы обрежем. Выбрала. Нарисовала половинку. Объект замкнутый. Имейте в виду. Опять беру перо. И начинаю рисовать рукав. Аккуратно, не торопясь. Имейте в виду, чем меньше точек вы поставите, тем более плавная и пругая линия будет. Тем более вкусно будет смотреться ваш эскиз. Теперь я перехожу к горловине. Для этого я приближаю. Ну зачем мне щуриться и смотреть, что у меня там вдалеке. Я предпочитаю работать с крупными объектами. Опять же, горловину не нужно ставить много точек. Вам нужно нарисовать ее максимально упруго, чтобы линия была гладкая. Опять же, инструмент перо позволяет это делать очень четко. Я работаю мышкой. Для этого не обязательно иметь планшет. Если же вы будете работать на планшете, то вам, скорее всего, будет удобнее работать карандашом. Просто наладить у него определенный формат сглаживания. Мышки вполне достаточны для таких изделий. Требует это некоторой сноровки и, естественно, времени и аккуратности. Торопиться не советую. Делайте все спокойно, плавно. Теперь смотрите. Я делаю замкнутые объекты. Я сделала замкнутый объект на горловину, бейку переда. Нарисовала внутри спинку. Вот она моя спиночка. Тоже это замкнутый объект. Это не линии, это замкнутый объект. Если я его сейчас прокрашу, вы его увидите. Это объект. И также нарисовала спинку. Теперь я могу откорректировать эти линии. Согласно моему творческому замыслу, так как мне нужно. Сейчас я их оставляю и посмотрю уже в развернутом состоянии. Ну, отлично. Соответственно, основные элементы мы отрисовали. У меня есть полочка, у меня есть рукав. У меня есть спинка, которую я вижу, она выглядывает. И у меня есть обработка горловины. Выбираю все. Перехожу к инструменту обработка контуров. И все разрезаю. После этого нажимаю правую кнопочку «Лучше» и говорю «Разгруппировать». Выделяю, сняла выделение. Выделяю два объекта, которые мне не нужны. Они будут удалены. И получаю половинку. Теперь надо внимательно посмотреть на горловину. Беру лбу, приближаю. Здесь у нас появятся с вами такие непонятные объектики, которыми нужно отработать. Выбираю все. И методом исключения убираю объект. Нажимаю Shift. Убираю горловину спинки. И убираю горловину переда. Вот таким образом. Убираю основу. И вот эти элементы тоже убираю, потому что они у меня выбрались. Так, это я все сливаю. При этом в обводке говорю, что, пожалуйста, края мне делай круглые. Так, вот здесь слилось, мне не очень нравится. И теперь выбираю оставшиеся объекты. И сливаю их. Опа. Так, сливаю. Вот. Смотрите, какая может получиться вещь. Может так сложить, что вам что-то не нравится. Ничего в этом страшного нет. Можно сходить, взять инструмент ножницы, разрезать, что вам неудобно. И потом слить те объекты, которые вы считаете нужными. Первичную корректировку я сделала. После этого я выбираю все мои объекты. Можно нажать Ctrl-A. Либо же, как я сделала, просто инструментом выделения. Черная стрелочка. Все выбрала. В Adobe Illustrator есть инструмент зеркальное отражение. Беру инструмент зеркальное отражение, нажимаю на него, выбираю центральную ось, щелкаю по нему один раз. После этого беру мою половинку, начинаю ее крутить. Чтобы она у меня правильно повернулась, нажимаю кнопочку Shift. Видите, 90 градусов она будет поворачиваться на правильный угол. Нажимаю кнопочку Alt, чтобы она скопировалась. Shift плюс Alt. После этого отпускаю кнопку мыши и отпускаю кнопочки на клавиатуре. Получаем копирование. То есть у вас просто. Вы начинаете отзеркаливать, нажимаете кнопочку Shift для правильного угла, нажимаете кнопочку Alt, чтобы произошло копирование. Сначала отпускаете мышку, а потом отпускаете кнопки на клавиатуре. Когда вы работаете, рука у вас лежит на клавиатуре. Приближаем. Что нам нужно сделать? Нам нужно слить по спинке бейку. Нам нужно слить горловинку переда. И нам нужно слить спиночку. Отлично. И теперь сливаем основную полочку. Вот что у нас получилось. В данном моменте я люблю отключать то изделие, которое у нас подложено. Соответственно, вы берете тот слой, на котором у вас идет подложка, и отключаете у него видимость. Это вам позволяет более трезво взглянуть на то, что у вас получилось. Нравится вам этот результат или нет. Теперь вы можете зайти, соответственно, в горловину ее отредактировать. Я выбираю инструмент лассо. И все точки, которые попадут в мою зону выделения, будут двигаться. Это очень удобно, когда у вас несколько объектов. Могу откорректировать. Здесь мне не очень нравятся точки. Беру инструмент перо, инструмент перо минус. И сейчас мы эти точечки уберем. Соответственно, как я уже говорила, чем меньше точек, тем более упругая линия. Ну и соответственно, теперь работаю с кривыми и настраиваю ту кривизну, которая мне нравится. Вот это можно убрать. Так, у меня там сзади вылезла некрасивая штучка. Мы ее сейчас тоже подкорректируем. Мы уберем лишние точечки и подкорректируем. Я всегда делаю эту корректировку. Можно, конечно, нарисовать это намного быстрее. Но поскольку мы создаем именно базовые модели, она должна быть хорошо отрисована, качественно, чтобы все точечки были правильные на своих местах. Поэтому не торопясь, аккуратно вы создаете все детальки. Так. То есть я взяла инструмент, который называется опорная точка, и с ним работаю. Смотрю, какие у меня изгибы. Так, теперь верхняя горловинка. Что у меня здесь? Опять же, очень много точек. Которые мне не нужны. Лучше это сделать на данном этапе. Убрать ненужные точки. И сделать изделия и линии на изделии упругими. Вот на меня компьютер ругается. Ничего страшного. Я не попадаю просто в точку пером. Я говорю, хорошо, не попало. Сейчас попробуем попасть. Делаем более упругий вариант. И вот эту точечку я бы тоже оставила. Тогда мы сейчас упругости придадим. Вот так. Так. Хорошо. Теперь смотрим горловину спинки. Тоже сейчас мы с нее точки уберем. Опять же, данный способ это мое личное видение. Я люблю, когда все упруго, когда все линии гладкие и на них нету всяких шероховатостей. Если вы не хотите этого делать, вы можете этого не делать. Но в моем понимании, если вы рисуете базовую модель, она должна быть отрисована качественно. И действительно имеет смысл потратить время для того, чтобы ее сделать правильно. Так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас с вами, смотрите, есть основа, стан наш. Есть хорошая, красивая, ровная горловина. Мы видим спиночку. Мы понимаем, что она уходит назад. Есть рукавчики, плечики. В принципе, меня практически все устраивает. Единственное, я бы посмотрела немножко низ. Опять же, сейчас мы посмотрим по точкам, что здесь происходит. И сейчас мы уберем тогда лишние точки. Стал совсем прямым. И делаем такой вот выгиб. Вот таким образом. Отлично. Все, красота. У нас получилась с вами основа. Можно включить то, что у нас находится снизу. Видите, я уже откорректировала линию. Она не совсем совпадает с тем, что у нас есть на фотографии. Поэтому, если вы считаете, что рисунок по фотографии – это плагиат, нет. Вы переснимаете форму. В дальнейшем я могу заниматься моделированием данного изделия. Сейчас нам нужно создать базовую основу. После этого я вам покажу, как происходит моделирование. Так, что мы рисуем в следующем этапе. Мы посмотрели, совпадает. Далее я хочу создать слой, на котором я буду делать отстрочки. Как вы знаете, изделие сначала кроится, потом оно собирается. Соответственно, футболка – достаточно простое изделие. И у нас на нем будут отстрочки. Отстрочки будут по низу рукава. Это распушивальный шов, который виден снаружи двумя строчками параллельными. По низу изделия тоже будут две параллельные строчки. И вокруг горловины вы будете видеть отстрочку. Соответственно, сейчас мы с вами их нарисуем. Рукава у нас симметричные. Это большая удача. Мы специально для этого рисовали все симметрично. Соответственно, мы сделаем один рукав, а второй просто сделаем зеркальное копирование. Берем, рисуем линию. И для того, чтобы симметировать строчку, просим ее быть пунктиром. Находится данный инструмент в обводке. Нажимаете пунктирная линия. И настраиваете ваш пунктир. Здесь вы должны задать размер штриха и размер пунктира. Соответственно, поскольку это отстрочка, я всегда ее делаю тоньше, чтобы она относительно главной линии была меньше. Было понятно, что линия второстепенная. Вот у меня получилась отстрочка. Теперь мы выбираем ее. Для того, чтобы выбрать два объекта, не забывайте нажимать кнопочку Shift. Находим центр. Даже если вы не совсем центр, значит ничего страшного. Опять же нажимаем кнопочку Shift, Alt, кнопку мыши. Потом сначала отпускаем кнопку мыши. И отпускаем кнопочки на клавиатуре. Произойдет копирование. Вот таким образом у меня получилась отстрочка по двум рукавам. Теперь мы нарисуем отстрочку по низу. Опять же не ленитесь, приблизьте низ. Как правило, отстрочка находится на расстоянии 1,5-2 см от низа. И программа уже автоматически запомнила, какая у меня пунктирная линия задана. И будет мне ее рисовать. Соответственно, для того, чтобы скопировать, опять же я нажимаю кнопочку Shift, чтобы у меня никуда линия не бегала. Нажала Shift, нажала кнопочку Alt. Потом отпустила мышку, отпустила мою руку с клавиатурой. Очень удобно, позволяет без лишнего трепыхания создать линию. Так, и теперь мы по горловинке сделаем отстрочку. Она достаточно классическая, практически на всех футболках идет. Так что пусть она у нас тут будет. Попробую создать с минимальным количеством точек. Если же не получится, то мы ее откорректируем. Это ничего страшного. Она обычно идет на расстоянии одного сантиметра. По спиночке сейчас мы не будем это рисовать, но обычно вот здесь будет виден лейбл. И соответственно, если вы эту футболочку будете использовать где-то, то вам там потребуется вставить лейбл. Так, приближаем. Можно еще дополнительно здесь прорисовать, что есть линия оверлока. Но для более чистого эскиза мы оставим так, как есть. Вот смотрите, что у нас получилось. Получается хорошая, красивая футболочка, на которой есть уже отстрочки. Ну, помимо отстрочек я люблю еще добавлять тени. Соответственно, создаем новый слой. Я это все делаю для того, чтобы у меня не было сильного наложения. Потом я все сгруппирую, у меня будет эскиз в одном слое. Очень удобно, опять же, использовать фотографию. Фотография позволяет скопировать тени, как они, естественно, располагаются на фигуре. Я беру инструмент перышко и этим инструментом рисую плавную такую линию, которая является контуром тени. Потом рисую контур по краю футболочки и замыкаю объект. Прошу убрать мне контур и, соответственно, выбираю черный цвет для тени. Но черный цвет получается очень ярким. Выбираю данный объект и здесь сверху увидите окошечко непрозрачности. Задаю непрозрачность, ну, где-то 15-17% на глаз. Вот она моя тень появилась. Теперь то же самое рисую на второй стороне. Форма достаточно вольная, вы можете ее нарисовать остро, вы можете нарисовать ее мягко. Это личный художественный вкус каждого. Поэтому, что у меня сейчас происходит, не очень удобно. Я не вижу, где у меня край перевела, то есть нету цвета. Сейчас поправим. Так, поправили. И беру пипетку. И данной пипеткой щелкаю на уже созданной тени. То есть у меня выбрана одна тень. И я щелкаю на другой. Таким образом программа перенимает настройки того объекта, по которому я щелкаю цвет, обводку, толщину обводки. Она все это запоминает. Теперь давайте посмотрим. Вот таким образом. Не забывайте ставить замочки на другие слои. То есть на одном слое работаете, его разблокируете. Остальные блокируете. Это вам позволит не травмировать и не зацепить то, что у вас находится снизу. В общем-то вот, базовая футболочка у нас получилась. Теперь я могу немножечко подергать относительно моих предпочтений, что мне нравится, что не нравится. Там форму теней, например. И я еще предпочитаю такой простой момент, даже если это у вас футболка, то спинку заливать чуть-чуть темнее оттенком, для того, чтобы показать, что она сзади. То есть визуально человек, глядя на нее, поймет то, что это как бы задний план. Вот наша футболочка. Получилось. Выглядит она прекрасно. Вот она, наша подложка. Мы ее убрали, выключили. Теперь выбираю все вместе, все разблокировала и прошу сгруппировать. Вот у меня получилась моя футболка единым блоком. Теперь из нее мне бы желательно сделать еще и спинку. Футболка вещь благодатная. Здесь у нас не будет особых проблем. Что я сделала? Я скопировала футболку. Еще раз показываю, как. Она у меня сгруппирована, выбрала. Я ее начинаю тянуть и держу кнопочку мыши. Для того, чтобы она у меня скопировалась на тот же самый уровень, нажимаю кнопочку Shift и нажимаю кнопочку Alt, чтобы она произошла именно копирование. Отпускаю кнопку мыши, отпускаю кнопочки. Тем самым получаю точную копию. Сейчас я прошу ее мне, программу, разгруппировать. И по спинке, соответственно, выбираю основу, горловинку и спиночку. Прошу мне их объединить. Программа у меня автоматически пересчитала на пунктир. Пунктир я убираю и восстанавливаю толщину в один пункт. Вот то, что у меня получилось. Теперь я приближу горловинку. Мне только ее и нужно будет поправить, собственно. Убираю лишние точки. Вот такая вот штучка, она возникает, когда вы не попадаете в точку. В этом нет ничего страшного. Прочитайте, что у вас спрашивает. Говорит вам программа, она говорит, вы не попали. Ну хорошо, не попала, сейчас попробую еще раз. Все, ничего страшного больше еще не произошло. Ну, можно чуть и повыше. Вот так. Теперь здесь точку ровняем. И горловинку спинки тоже немножко корректируем по форме. Эти точки у нас лишние. Чтобы не было острых уголочков, здесь вот есть ту полгу. Так. И вот так она у нас плавненько пойдет. Еще раз напоминаю, что вы рисуете изделие, вы должны всегда оценивать ваш результат согласно тому, что это чертеж вашего изделия. Это технический рисунок. Это не просто какая-то почеркушка. А предложив данный рисунок, например, конструктору, конструктор должен оценить, что же у вас за задумка и что же вы планируете делать. Поэтому аккуратно все прорисовываем. Так, я поправила форму горловины по спинке. Можно ее чуть-чуть поднять наверх. Она у меня залита. Так. Белым. Здесь сейчас две линии. Они друг на друга, чтобы они так не смотрелись жирненько. Сейчас я все выравнивала. Вот выравнивала. Хорошо. Давайте посмотрим издалека. Да, получилась спинка. Поскольку они у меня симметричны, легкая вот эта вот плавность, это не означает то, что полукруглые просто для визуального эффекта. Видите, край рукава у меня тоже не абсолютно ровный. Если вы нарисуете абсолютно ровно, будет такое ощущение легкой обрубленности. Теперь здесь сейчас сделаем пунктирную линию, потому что отстрочка идет у нас по кругу. Соответственно, чтобы сбросить перо, я нажимаю кнопочку Ctrl, щелкаю на свободном месте, и у меня сбрасывается рисунок пера. Очень удобно. Так, пунктирная линия. И, пожалуйста, толщину 0,5. Отлично. Вот что у меня получилось. Поскольку это не пойдет в печати, я могу монтажную область откорректировать. И мы с вами получили две футболочки. Выделяю спинку, говорю сгруппировать. Вуаля. Ctrl, 0. Красота. Мои поздравления. Мы нарисовали первое изделие. У нас получилась базовая футболка. Лицо и спинка. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите их в комментарии. Чтобы увидеть больше видео, подписывайтесь на мой канал. Fashion Vector Design by Kate Chaykovskaya. И также обязательно следите за нами в Facebook и в Instagram. С нами всегда интерес. И у нас всегда много всего нового. Я была рада вас видеть. И до скорых встреч. Пока-пока.